Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите «Науку Житы». Сегодня мы с Лилией Юрьевной продолжаем говорить о нашем времени. Как правильно распределять свои силы, чтобы наше время приносило нам радость и чтобы не страдали наши близкие либо от нашей бездеятельности, либо от нашей излишней деятельности. Добрый день, Лилия Юрьевна! Добрый день! Мы затронули прошлый раз с вами эту тему и, скажем так, поставили акценты в том, что если я что-то делаю, это должно быть в радость, это должно быть качественно, это должно быть нужно людям или тем окружающим, тем конкретным людям, которые рядом с нами, то есть семье, родителям, детям, на работе вполне возможно. То есть, если это действительно мне надо, я это делаю лучше всех, хорошо и качественно, это другим надо, я получаю от этого радость. То есть вот три кита работы, три кита деятельности. Как же нам понять, какая работа, какое дело принесет нам удовольствие, а какое дело станет источником наших же собственных переживаний, наших собственных недоумений, страданий, терзаний, особенно в 3 часа ночи, когда приходит тысяча одна мысль, да, и начинает нас мучить, а то он не сделал, то он не сделал, вот это зря я вообще делал, зачем оно мне было надо. Так вот, для того, чтобы в этом разобраться, мы с вами сейчас выстроим такой интересный квадрат дел, в основу любого дела положено два таких компонента, как срочность, и по вертикали мы ее отложим. То есть срочность, как время, которое необходимо на выполнение этой работы, время, которое необходимо до того, как мы это дело начнем делать, все, что связано с временем. А по горизонтали отложим такое понятие, как важность, причем важность, как понятие нужности, необходимости, либо для нас самих, либо для окружающих. Для окружающих. Важно. Итак, вот тогда, вот в этом всем периметре у нас получится четыре составляющих. И у нас с вами будет дела, которые важно сделать вот в это направление. Тут важно, но не срочно. Вот эти дела у нас занимают по эмоциональному восприятию позитивные эмоции или негативные эмоции, но в любом случае они эмоционально как-то завязаны. И при этом дают нам возможность распределить их во времени, отложить на потом или сделать сейчас. У нас здесь есть варианты, когда это делать. Но мы постоянно об этих делах помним. Есть у нас дела, которые и не важно, и не срочно. Это те мелкие дела, которые иногда загружают всю нашу жизнь. Они просто у нас есть. Некая суета. Есть, конечно, очень серьезные и важные дела. Важные дела. При этом эти дела еще и срочные. У нас нет особого времени раскачиваться, у нас нет времени раздумывать, у нас нет времени планировать. Нам надо купить какие-то лекарства, когда мы бежим в больницу к родным. Нам надо срочно принять решение об отъезде или переезде или еще. То есть там, где у нас в принципе нет времени на раздумывание. И эти дела и важные, потому что они затрагивают нашу жизнь, и срочные. Однако у нас есть еще и такие дела, которые сделать надо срочно. Но они для нас не важны. Что же у нас получается? Вот все эти дела как-то еще и ложатся не только на эту картинку, но и связаны с нашей конкретной жизнью. Так вот, как правило, вот эти дела, которые важные и срочные, они называются квадратом благополучия. Мы можем здесь мечтать, в этом квадрате мы можем планировать, в этом квадрате мы можем прогнозировать и предполагать. Желательно, чтобы именно в этом квадрате у нас были такие дела, принятие решения о больших крупных покупках, о серьезных важных делах, мероприятиях, о подготовке к дню рождению, к празднику и так далее. То есть все, что нам важно. И однако мы это должны начинать делать заранее. И у нас есть здесь время, и мы здесь можем получить хорошие позитивные эмоции, радостно планируя, вместе с детьми, вместе со всей семьей. Мы можем выслушать мнение каждого члена семьи, вот по этому, по этому, по этому поводу. То есть то, что иногда люди говорят, ну некогда мне заниматься с ребенком. Пока есть приготовил, пока постирал, пока поубирал, то вот как раз это время, когда заниматься с семьей, жить вместе с семьей, радоваться вместе с семьей. А как сделать, чтобы... И здесь как раз и будет учиться ребенок планировать все. Да, а как сделать, чтобы вот важное несрочное не стало важным срочным. Вот планировали покупку, откладывали отдых, а потом вот, надо срочно уже, надо деньги, надо ехать, надо... Очень хорошо, если здесь вы будете, если этот вопрос касается денег. Если вы решите вопрос этот, либо через банк, откладывая определенную сумму с каждой зарплаты, так? Если вы этот вопрос можете решить дома. Знаете, есть хороший пример, прием. Возьмите обычный блокнот, альбом для фотографий, и каждую ячейку, которая там есть, каждый конвертик, подпишите. Для чего нужны там деньги? Это будет ваш собственный домашний банк. И сразу, как получили зарплату, определенную сумму, вы разложите по этим конвертикам сразу. Не менять там надписи. Не менять надписи, и не перекладывать, обманывая самого себя, бумажечки. А все-таки стараться выдержать эти рамки. Вот хотя бы два-три раза попробуйте. Да, хотя бы два-три раза попробуйте. У вас раз-два, может быть, не получится. Но дальше это все будет получаться. Легко, просто, беспроблемно дальше получится. И тогда то, что касается денег, оно станет более-менее благополучным, это дело. И почему еще здесь важно? Вот именно это благополучие затрагивает позитивные эмоции, затрагивает радость. Радость разрушать нельзя. Это закон. Если вы планируете поездку, если вы планируете какой-то отпуск, какой-то праздник, это радость, это благополучие. Это то, что сплачивает семью, это то, что делает семью. Если это коллектив, то это точно так же делает коллектив дружным, комфортным, хорошим, благополучным, когда нет овралов. Итак, мы надеемся, что в эту функцию у вас ничего не пройдет, потому что этот квадрат называется кризис. Кризис. Он является непредвиденными, неожиданными. Все в жизни бывает. Вот этот квадрат, он очень часто трогает нас. И зачастую некоторые неважные, несерьезные, неглобальные, непринципиальные вопросы мы почему-то решаем именно в этом квадрате. Мы считаем, что сварить борщ, пожарить картошку – это важно и срочно. Нет, 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 что вы, что вы. Это просто жизнь, это быт. Он не входит в эту картинку, это не кризис, если вы поедите на 20-30 минут позже. Это срочно, но не важно. Нет, это важно. А как же, ну, мы поесть, а что ж мы с голоду помирать-то будем? Значит, важно и срочно. И важно и срочно. Конечно, вот то, что касается понятия важно и срочно, это всё-таки то, что касается основополагающих жизненных моментов. Вот в эту область бытовые вопросы желательно не вносить. Во всяком случае, эмоционально их хотя бы туда не вносить. Если вы понимаете, что да, это важно и срочно надо приготовить еду, то примите это только на уровне таком-то линейном. Ну, сделаю всё, и только всё. Это просто надо сделать, и никак иначе. Вот этот квадратик, он называется разрушение. Если человек живёт вот в этом квадрате... Неважно и несрочно. Неважно и несрочно, но он это делает. И делает именно сейчас. Вот, как правило, именно это раздражает окружающих, раздражает нашу семью. Говорит, ну, ты же не планировал сегодня делать генеральную уборку. А мама встала сегодня с настроением, в кавычках, потому что кто-то ей вчера его испортил. И вот с этим настроением она вдруг неожиданно начинает делать то, что было вполне возможно затронуто вот этой стороной вопроса. Вот тогда это идёт понятие разрушения. Разрушает семью, разрушает отношения, разрушает на работе взаимоотношения. Где угодно, если мы заняты вот этими неважными и несрочными делами. Надо их спланировать, надо их распределить в один из этих трёх квадратов. И тогда этот квадрат не будет вас разрушать. Он есть, этот квадрат, дела там есть в этом квадрате. Только его надо обязательно разнести по этим трём. Это, скажем так, зона планирования. Причём планирование такое ежеминутного, ежедневного. Мысленно, как в том замечательном фильме, об этом я подумаю завтра. Вот приблизительно так в этом квадрате мы и живём. И самое интересное, вот этот квадрат. Этот квадрат называется иллюзией. Человек думает, что он делает очень важные дела, потому что он их делает быстро, оперативно. Он такой важный, он такой обязательный, он такой исполнительный. Он хорошо организованный, он быстро, оперативно может решить все дела, все вопросы. Это хорошо, когда руководитель действительно так может делать. Однако мы должны помнить, что это иллюзия качественной работы. Потому что, как правило, вот в этом квадрате мы решаем чужие вопросы. То, что нам по жизни не принадлежит, или то, что кто-то нам навязывает, или кто-то вводит по какой-то странной такой системе ценностей, вводит в наши обязанности. Вот с этим надо научиться либо говорить «нет», либо разобраться с этим, насколько это важно, кому это важно, выстроить приоритеты, выстроить ценности. Вот в мире иллюзий, когда мы живём, мы в итоге начинаем спускаться вот в этот. Жить постоянно в ситуации срочно, цейкнотик, человек не сможет, он в итоге спустится сюда, скажет, в конце концов, а кому это надо, то, что я делаю? А надо ли это мне? А надо ли это кому-то? Или это я хочу сделать? Знаете, вот в украинском языке есть очень хорошее понятие должностование повынен и маю. Вот именно здесь надо разобраться. Я это должен сделать, потому что это должен извне, или я это должен сделать, потому что я этого хочу. Если я хочу, тогда это переносим либо сюда, либо сюда. И работаем, исходя из этих позиций. Когда вы поймёте, очень чётко для себя разложите все свои ценности, все свои приоритеты, разложите понимание, что для вас важно в первую очередь. Это семья. Потому что семья останется с вами даже тогда, когда вы выйдете на пенсию, когда вы заболеете, когда возникнут какие-то ситуации, которые никто на работе вместо вас не решит. Вот семья – это первый, главный, самый главный приоритет. Даже если работа для вас очень важна, в приоритете на первом месте всегда стоит семья. Братья, сёстры, мамы, папы, родные – это как раз тот отрезок нашей жизни, который никогда не восполняется. Единственный ресурс, который мы можем восполнить, и он для нас принципиальный – это работа. Не эта работа – это другая работа. Не такая работа – что-то другое будем делать. Но это ресурс, который восполняется для жизни. Семья – это ресурс, который никогда не восполняется. Он нам дан Господом Богом. Он нам дан жизнью. И этот ресурс мы должны использовать в своей жизни как можно качественнее. И тогда этот ресурс у нас будет либо в этом, либо в этом квадрате, но никогда в этих двух. И тогда вы поймёте, мы готовим сегодня борщ. Наш любимый борщ, примерно. С любовью, с душой. Да, пусть он будет в этом квадрате. Ну, это так будет здорово. И тогда мы вместе с ребёнком, вместе с мужем будем что-то делать. Мы будем вместе его варить, мы будем вместе рассуждать. Даже если мама будет на кухне одна возиться, семья будет рядом. Все будут разговаривать, все будут обсуждать какие-то важные дела. У нас не будет борщ как целью, а борщ будет средством для того, чтобы мы вместе пообщались, вместе поговорили, вместе что-то обсудили, спланировали какие-то важные дела. Борщ – это только ситуация. Знаете, хорошо решить вопрос, я это делаю или я это поделаю? Да, я это всё на себя поделаю. Я то поделаю, то поделаю, то поделаю. Я этого не делаю специально. Я не трачу на это время. Я это делаю, как бы, между прочим. Потому что это радостно, потому что это улыбка. Музыка Музыка Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok